Сердечно-сосудистые заболевания являются на сегодняшний день первыми среди самых распространенных заболеваний одной из основных причин смертности. Как только у вас возникают подозрения на проблемы с сердцем, нельзя дожидаться видимых симптомов, необходимо сразу же обратиться к врачу. Болезни сердца часто протекают незаметно для больного, поэтому требуют к себе пристального внимания. Исследования показали, что сердечные заболевания стоят на первом месте по количеству смертельных исходов, даже опережая раковые заболевания. Статистика последние годы не сильно меняется в плане возрастной структуры. Как правило, серьезные заболевания сердца, мы говорим об инфарктах, мы говорим об инсультах. Это все-таки у мужчин после 50 лет, у женщин после 60 лет заметно повышается частота. Но во все годы, безусловно, эта проблема в какой-то части касалась и более молодых. Особенно если родители с какими-то заболеваниями сердца были, да. Если были проблемы с холестерином, с давлением, с повышением сахара, и этому не уделялось должного внимания. Только врач-кардиолог может определить стратегию лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Самолечение при такой серьезной патологии недопустимо. Коварством и общей чертой сердечно-сосудистых заболеваний является их прогрессирующий характер. Поэтому обращаться к кардиологу необходимо при малейших признаках неполадок в деятельности сердца. Только в ранних стадиях заболевания возможна быстрая и эффективная коррекция. Тем меньше лекарственных препаратов потребуется для восстановления работы сердца. Быстрая ходьба – это бег, это контроль за давлением, да. Это стремление ограничить содержащие холестерин и трансжиры, продукты питания и так далее. То есть все, что относится к здоровому образу жизни. Основным средством профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы является снижение нервно-психических напряжений, поскольку в большинстве своем именно на их основе возникают заболевания сердца и сосудов. Именно в семье чаще всего возникают причины для перенапряжения нервной системы. Только близкие и любящие люди могут создать спокойную и дружественную обстановку в семье, не допускающую нервных перегрузок и не ведущую к заболеваниям сердца. Субтитры создавал DimaTorzok